РФ вывела в Черное море носитель ракет «Калибр» ВМС ВСУ. В Черном море сегодня утром, 5 августа, фиксируется российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа «Калибр». Об этом сообщает новости Украина, со ссылкой на военно-морские силы Вооруженных сил Украины, ВМС ВСУ. Как уточнили военные, этот вражеский корабль может выпустить общим залпом до четырех ракет. А вот в Азовском море корабли оккупантов не наблюдаются. Кроме того, добавили в украинских ВМС, в Средиземном море были замечены, два российских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет, «Калибр» общим залпом до 16 ракет. Также военные рассказали о проходе разными судами, через Керченский пролив в интересах страны-агрессора за сутки. Указывается, что в Черное море вошли таким образом, девять кораблей, из них шесть продолжили движение в направлении пролива Босфор. А в Азовское море – шесть судов, из них два двигались из пролива Босфор. Традиционно в ВМС констатировали, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, 1974 год, СОЛЭС, отключая систему автоматической идентификации, ЭИС. Ранее сообщалось, что 2 августа в ВСУ потопили российскую подлодку «Ростов-на-Дону» Черноморского флота РФ в порту оккупированного Севастополя. Кроме этого Силы обороны Украины тогда нанесли удары также по ЗРК С-400 РФ в Крыму. Отметим, по мнению аналитиков «Дефенс-экспресс», уничтожение подлодки «Ростов-на-Дону» свидетельствует о невозможности для российских оккупантов ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты указывают, что потопление «Ростова» выведет из строя еще 4 субмарины РФ.